Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Олег Соловьев. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Второй форум молодежи ВАУ АЭС. Итоги 2-го дивизионального конкурса «Энергия молодых» 2020. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3154 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 21 день декабря составила более 1,4 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 537 миллионов. С начала года выработано более 21 миллиарда киловатт-часов, сверх плана 2,7 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. С 14 по 16 декабря второй международный молодежный форум Московского Центра Всемирной Организации Операторов, эксплуатирующих АЭС, объединил более 100 представителей молодежных ячеек предприятий атомной отрасли России и зарубежных стран, руководителей и экспертов ВАУ, концерна «Росэнергоатом», технической академии «Росатома». В формате онлайн они обсудили итоги работы молодежного атомного сообщества в условиях пандемии, поделились лучшими практиками и обозначили перспективы дальнейшего развития. По итогам 2020 года и форума, который прошел в режиме онлайн, можно сделать несколько тезисов на следующий 2021 год. Первое, используйте пандемию как возможность саморазвиваться. Будьте лидерами, но помните, не всегда лидер есть руководитель, а руководитель есть лидер. Учите сменяться сами и как люди, и как профессионалы. Продолжайте развивать ячейки на своих станциях, у всех станций. Задан хороший темп, нам нельзя его сбавлять. Для меня этот форум был интересен тем, что здесь мы смогли услышать лучшие практики, наработки при развитии молодежи на площадках АЭС. Повышение профессионального уровня, стремление к развитию молодых специалистов на станциях. Сегодня мы можем видеть, как наши коллеги других площадок Московского центра ВАО ведут работу по саморазвитию, повышая при этом свой уровень своего образования, уровень культуры безопасности в отрасли. Прекрасно, что нам сейчас есть к чему стремиться и с кого брать пример. Но также хочется сказать, что и мы сегодня являемся хорошим примером для наших коллег. В концерне «Росэнергоатом» подведены итоги второго дивизионального конкурса «Энергия молодых-2020». На участие в конкурсе поступило 362 заявки от представителей 17 филиалов и организаций дивизиона. Две ключевые номинации – «Молодой лидер» и «Восходящая звезда». Всего шесть финалистов. Восемь минут на защиту онлайн у каждого. Четыре минуты презентации и четыре минуты ответы на вопросы экспертной комиссии. Работы и выступления оценивали топ-менеджеры дивизиона во главе с генеральным директором концерна «Росэнергоатом» Андреем Петровым. Участник от Смоленской АЭС Сергей Прудников, инженер по эксплуатации реакторного оборудования, занял третье место в номинации «Молодой лидер». Победителя и призеров, согласно положению, члены конкурсной комиссии дивизиона определили заочно, на основании представленных материалов. Концерна «Росэнергоатом» прилагает очень огромные усилия для выявления потенциальных и талантливых людей. Очень большая работа проводится среди молодежи. И такие конкурсы, они мотивируют многих людей, которые не имеют, пускай даже хорошего образования, либо каких-то других качеств. Но они могут спокойно себя проявлять и стараться демонстрировать свои возможности именно на площадке Смоленской АЭС. На сайте atom75.ru стартовала новогодняя страница. Здесь будет установлена виртуальная елка с украшением из вдохновляющих новогодних поздравлений от руководителей отрасли. А в коробке с подарками – приветствия от коллег. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев поздравит всех с праздником. Будут организованы трансляции выпусков проекта «Физики и лирики», «Атомного огонька», новогодние передачи от проекта «Десять песен атомных городов», мюзикла «Рождественская сказка» от международного творческого проекта «Ну, Китс». И это далеко не все новогодние сюрпризы. Заходите на сайт atom75.ru New Year. Отметим Новый год вместе! На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнью станции вы можете ознакомиться в разделе с АЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok